Добрый вечер, говорит, и покажет столица нашей Родины, ЦСКА-арена, где играет московский Спартак. На льду сегодня большое событие здесь, потому что приезжает из Хельсинки Йоккерин. Всегда очень приятно играть против зарубежных команд. Надо сказать, здесь красавец и Савинайнер, который отработал за своих защитников, покатился, эту шайбу забрал. Херсли, и момент один-нодий. Один-нодий так, так вот сяк, Михаил Котлеровский все-таки добавляет шайбу в ворота. Котлеровский здесь лепеста, да, сбивает с ног, но атака-то продолжается, не выход из зоны. То есть, когда крайний нападающий должен бежать и выводить, задавливать эту передачу, это у Финок не произошло. Соответственно, наброс на ворота, и здесь Котлеровский, насколько он голодный. Михаил Котлеровский, да, пока очень сложно дождаться, чтобы болельщики кричали фамилию Котлеровского, но надо привыкать. Второй момент на голо, номер два, и вот он! Александр Хоклачев! Судья, по-моему, даже вовремя не сориентировался, а Хоклачев уже видел шайбу за спиной Антимьеми. То, что очень здорово он проводит последние игры, ну, ну, так, понятное дело, что третий бомбардир команды. Хоклачев там же и добавил, да, Контиол здесь не совсем понимал, что происходит. Он за Хоклачева отвечал, потом Хоклачев за воротами, пытался добавить ту шайбу, которую довели до ворот и Ганзелл, и Карсенс там оказались. Рекция вот, да, Андрея Стаситой получается, что-то приятное зрение. Ну, а теперь атака Йокер. Ох, какой голешник прилетает! Вот это да, Анти Оксанен! Как говорится, вот придет, да? И тут тот защитник тоже, вроде бы, так, не особо сопротивлялся, мол, бросай. Но это куда-то, на шайбе, давай, откровенно. Да, согласен здесь, что куда-то? Он не перегревал обзор. Карсенс, Капсли. Еще бросок! Вывание! Хоклачев не стал бросать спину голкипера. Счастливее прижим, Антелл, один на один! Антелла, Антелла, Антелла! Гол! Вот это да! Редко можно увидеть, во-первых, когда команда втроем убегает. Вот они, вот они, три метра с половиной убегают. Мне так скажу, что на замахе уже, ну, здесь тяжело стоячий, если, да, Триотипуя на замахе был на бросок. Марк Антелл уже по инерции просто отрывается своими... Лыжник, лыжными коньками буквально забрасывает вторую шайбу. Вторую шайбу свою в чемпионате. С паузой, здорово. Сахерский гол! Гол! Сейчас разберемся. Аркалов добавил, и от Херсли залетел. Но сам факт очень красивый и очень нужный для Спартака гол. Яков Фрилов, Дмитрий Решневский, кто угодно. Покарев здесь, однако, с Холочевым. А, Петлеревский. Петлеревский, второе набрано очко сегодняшней встречи. Плюс Покарев, хороший зволь, скоту бросил. Нет, не касается Аркалов, чистый гол. Вот если бы, как Саня Лепостов здесь, мог бы подставить свои ворота, потому что мне тоже изначально показалось, что шайба летит мимо, да, но и в кого-то она чиркнула там. Аркалов на пятачке, да, поработал, да, хорошо закрыл видимость. Аркалов. Да, и опять полезная работа. Петлеревского. Кокарев. И вылезает, знаете, как под кожу сейчас просто. Собирается, красавец. Хочет сказать, что Кокарев второй раз. Вот подъехал к ней ими извиняться. До этого гранта чуть было не вырубил. Хотя тоже. Но вот за это две минуты могут давать. Лаурицин, да, здесь проиграл ногами. И вот если бы арбитры усмотрели здесь умышленно какое-то движение в сторону ворот, хотя он мог, знаете, как арбитры рассуждают. Если ты можешь уйти, ты должен уходить от столкновения. Фильм вбрасывание. О, Нил. Ой, как неудачно сейчас в Нишневского попадает. Здорово для Спартака. Еще один вход. И опять потеря. Ганзел. Передача. Канзелс. Победа Спартака 4-2. Да, фиксируем. Такой плакат. На рак. Серегон. Перехват, да. Получился неточный передач в средней зоне. То, чем грешил Йокерит на протяжении всей игры. И Спартак показал, что очень активно и плотно и заставляет вот эти вот передачи непонятные, да, отдавать кистам Йокерит. И Спартак тут как тут. В итоге Карсамс, да, забрасывает свою десятую шайбу. Он и так лучше бомбардируемый остается у Спартака. Поздравляем Карсамса. Поздравляем красно-белых. 4-2. Победа. Продолжение следует.